Сегодня мы собрались здесь, в тихом, спокойном уголке нашей Беларуси, чтобы обсудить вопросы безопасности нашего государства. Еще 10 лет назад никто и не предполагал, что такой момент, как сегодня, наступит, и нам придется создавать воинские части и целое объединение для защиты наших южных границ. С болью в сердце мы наблюдаем все то, что творится в Украине. Ее нынешнее политическое руководство, находясь под внешним управлением, ведет порой себя непредсказуемо и неадекватно. Поэтому на этот случай непредсказуемости, неадекватности и на случай, не дай бог, военных действий нам надо определяться. 1500 почти километров южной границы Беларуси и Украины – это немалая протяженность, чего бы нам ни стоило. Нам надо не просто видеть, что будет происходить и происходит на этой границе, ее надо надежно защитить. Понятно, что из души украинской нации вырывают все, что только можно вырвать, прежде всего память славянских народов. Те единые корни, язык, культурный, этнический код, которые нас связывают, все пытаются уничтожить в душе украинцев. Мы не представляли, что спустя там несколько десятков лет после окончания Великой Отечественной войны по центральным улицам Киева, других городов будут маршировать молодчики с фашистской свастикой. Это для нас неприемлемо, потому что мы никогда не забудем все то, что творилось на нашей территории. Ну и в конце концов мы помним Хатынь, мы помним, что произошло и не только, что произошло, а кто творил там эти бесчинства. Поэтому это тоже одна из причин, почему мы вынуждены сегодня реагировать здесь, на юге нашей страны, на ту ситуацию, которая складывается. Еще раз подчеркиваю, то, что сегодня происходит здесь, на юге и вообще вдоль наших границ, мы хорошо видим. Мы хорошо представляем, как на это ответить. Это сегодня. Нам надо спрогнозировать ситуацию на будущее, что будет завтра и послезавтра. Поэтому мудрая поговорка «Хочешь, мира, готовься к войне» жестокая, но такая мужская. Но мы должны предпринимать все для того, чтобы нас не могли застать врасплох и чтобы в нужный момент мы могли ответить. Я абсолютно убежден, что вы, люди в погонах, знаете, что надо делать, чтобы защитить нашу землю. И место нашей сегодняшней встречи определено не случайно. В конце ноября прошлого года министр обороны уже докладывал, что нам необходимо для того, чтобы защитить нашу южную границу. Тогда мы договорились о том, что встретимся в какой-то день здесь, в Лунинце, с точки зрения военных, в очень хорошем и удобном месте, чтобы обсудить все предложения, которые были тогда и сложены в Министерстве обороны в Минске. Тогда я попросил доработать те предложения, которые были высказаны руководителем военного ведомства. И сейчас бы я хотел бы услышать доработанный уже доклад о том, что мы будем делать не только в Лунинце, но в Беларуси в целом по системе противовоздушной обороны. И в частности это главное на южных рубежах нашей страны. Продолжение следует...